Добрый день! Коллеги, добрый день! Сегодня мы работаем из магазина «МВидео». Рядом со мной директор персонала торговой сети Ирина Петрова. Ирина, добрый день! Да, добрый день! Сегодня будем говорить о том, как работает персонал в «МВидео», как его находят, как его взращивают. О всем об этом постараемся пообщаться с Ириной, задать ей много вопросов для того, чтобы чуть-чуть погрузиться в такой сложный бизнес, где очень много требуется персонала. Ирина, прежде чем мы уже будем говорить про компанию, можно ли спросить, как давно пришли в тему HR, откуда корни, и вообще как попали именно в персонал, в работу с персоналом? Я по образованию медик, первое образование, и 5 лет отработала в реанимационной бригаде скорой помощи. И так сложилась судьба, что подруга попросила помочь в кадровом агентстве, найти бухгалтеров. И между сменами я подрабатывала в кадровом агентстве. Там вот как раз познакомилась с компанией «Кока-Кола», и 17,5 лет отработала в итоге в этой компании, выросла с позиции рекрутера до позиции директора по персоналу. И 2 года, как я работаю в «МВидео» «Льдорадо», как раз применяя все те практики и предыдущий опыт, которому научилась. Насколько было сложно переходить из FMCG-брэнда в «МВидео» «Льдорадо»? Все-таки электроника — это совсем разные вещи, на мой взгляд. Вопрос, насколько ты любишь бренд, насколько ты любишь людей и свою работу, все остальное — это вопрос времени и вопрос желания быстро адаптироваться и начать приносить пользу. Ну да, это, скажем так, работать с людьми — это ключевая история, которую как раз HR сопровождает в полной мере. Ну и непосредственно теперь уже тем вопросам, которые у меня приготовлены. У меня много, естественно, есть о чем поспрашивать. Сколько сейчас работает в магазинах «МВидео» сотрудников? Всего в компании больше 26 тысяч сотрудников на сегодняшний день. И, конечно, более 13 тысяч — это сотрудники розницы, как основной наш человеческий капитал и основная ценность компании. Если говорить о самой сложной сейчас ситуации, а именно нехватке персонала, как получается закрывать вакансии и, скажем так, что труднее закрывать с узкой специализацией или линейной? Мы не исключение. Я думаю, что нехватку персонала ощущают абсолютно все вокруг. И это не только вопрос ритейла, FMCG. Это касается абсолютно всех компаний. Наверное, могу сказать в связи с тем, что все-таки наши основные сотрудники — это линейный персонал, то мы, конечно, особенно остро ощущаем нехватку этого персонала. И здесь же вопрос не только найти этих сотрудников, а самое главное — влюбить вновь пришедших в бренд, в продукт, в культуру компании и удержать как ключевая задача, которая перед нами стоит вместе со всеми линейными руководителями. В среднем, если мы говорим про то количество итераций, чтобы появился новый специалист, новый ваш сотрудник, вот сколько сейчас приходится реально делать такую вот условную воронку, ну, как вот термин ваш, для того, чтобы в итоге люди доходили до магазинов и здесь работали? Ну, наверное, все компании работают по единым стандартам, и, скажем так, воронка не отличается от одной компании в другую. Здесь же вопрос в скорости, как быстро ты находишь того идеального кандидата, который приходит, у него случается химия и успешное интервью с директором магазина, и он быстро приступает к работе. Поэтому здесь не вопрос объемов. Для нас важна скорость и максимальное попадание в профиль того кандидата, которого мы ищем. На рынке уже сформировалось такое мнение, что ты студент, можешь сходить на подработку в МВидео и таким образом, там, с одной стороны, качественным образом подзаработать. Есть, насколько вот сейчас меняется или не меняется это представление? Кто вот эти кандидаты, которые впервые приходят к вам на работу? Это классно, что о нас думают, что к нам можно прийти студентам, начать свою карьеру, и, скажем так, что мы являемся как раз теми амбассадорами, которые закладывают вообще ценность получения уникального профессионального опыта. Это очень круто, и мы действительно привлекаем молодежь как одних из ключевых сотрудников к нам в компанию. Но, опять-таки, все тот же кризис с ресурсами, все та же демографическая яма диктует нам действительно такое расширение нашей воронки, расширение понимания того, кто наш кандидат. И здесь мы не ограничиваемся только теми ребятами, которые являются выпускниками, хотя для них это гораздо проще прийти, гибкий график работы, близко к дому и так далее. Мы рассматриваем абсолютно всех тех, кто хочет и видит свою карьеру у нас в компании. Поэтому и 30-летние, и 40-летние, все, кто хотят поменять свой профессиональный путь, добро пожаловать, мы в этом плане очень открыты. Если все-таки вот тему студенчества закончить, работаете ли с вузами? Как? Ну, выстроена ли какая-то специальная работа именно с университетами, или там, не знаю, колледжами, условно? Мне кажется, с вузами работают сейчас абсолютно все. Мы не исключение. Может быть, мы немного перетрансформировали работу с вузами. Мы пошли не просто приходите к нам и давайте у нас поработайте. Мы предлагаем ребятам написать практические работы, дипломные работы на основе нашей компании. И у тебя есть возможность с первого курса прийти к нам на практику, посмотреть, кто мы, какие у нас есть функции, что является сердцем организации, кто основные двигатели, какие самые основные функции, кто работает и является ключевым для всего бизнеса. А потом прийти на стажировку. Это полугодичная программа, где ты уже полноценно получаешь зарплату, пишешь дипломную работу и даже выполняешь какие-то очень важные, ключевые проекты для компании. То есть ты сразу видишь свою ценность, себя как сотрудника для организации. И потом после такой стажировки у тебя есть возможность выбрать отдел, прийти и начать уже полноценно работать. Про показатели не могу не спросить, как меняется текучность кадров. То есть вот этот показатель, как вы можете влиять, чем-то может уже гордитесь с момента, как приступили, как с директором HR за эти два года. Есть ли какие-то серьезные изменения? Ну, у нас есть несколько ключевых индикаторов, которые действительно измеряют, насколько мы правильно подходим к нашему основному ресурсу, к сотрудникам компании. Прежде всего, как мы удерживаем наших сотрудников. То есть мы меряем текучесть персонала отдельно в рознице, отдельно в офисе, отдельно в диджитал. И мы видим колоссальный прогресс с 2022 годом. Это первое. А вторая очень важная часть, а как мы развиваем сотрудников и как мы помогаем им находить свой карьерный путь внутри организации. И для нас ключевым фактором является количество внутренних продвижений, то есть закрытие вакансий внутренними ресурсами, а не приходом внешних кандидатов. В рознице все очевидно. Внутренний кандидат всегда получает самый первый главный приоритет, поэтому практически большинство вакансий директоров магазинов мы закрываем внутренними ресурсами. И это для нас является тем уникальным наследием, которое мы уже много лет несем с собой, как часть культуры организации. А в офисе мы как раз наращиваем продвижение внутренних кандидатов и более того, даже рассматриваем кросс-функциональные перемещения. То есть карьера не обязательно должна быть вертикальной. Она может быть горизонтальная, может быть кросс-функциональная. И мы всячески способствуем этому, транслируя то, что ты можешь развиваться как ты угодно. Главное желание. Ирина, за последние несколько лет у нас кризисов в ритейле много. Постоянно. Да, они просто нас сопровождают постоянно. И вот сайту ритейл.ру 25 лет, и я там около 20 лет. И получается, что за это время мы постоянно видим, как люди видят новые кризисы. В 2020 году была очень серьезная история с пандемией. В 2022 году очень много нас поменял. Вот на ваш взгляд, что более серьезно повлияло в итоге на ту стратегию, которую вы сейчас придерживаетесь, да? В части персонала все-таки в 2020 году фактически там компании пристраивали людей куда-либо работать, которые не были продуктовые, да? И, соответственно, e-commerce очень сильно подрос. В 2022 году другую историю мы видим. Что же все-таки более серьезно поменяло и повлияло на стратегию сейчас с персоналом? Могу сказать, что, скажем так, первый кризис я не проживала вместе с компанией, но здесь очень уважительно отношусь к тем коллегам, которым действительно удалось сохранить весь персонал. Это была уникальная работа, ювелирная по тому, как сохранить всех, при этом закрытый магазин. Могу сказать, что я присоединилась к компании как раз в середине 2022 года. Это пик такого антикризисного управления, когда вообще поменялась конъюнктура рынка, а бренды ушли, и компания действительно находилась на пике, на развилке, а какая стратегия должна быть далее. И здесь присоединяюсь я и вижу, насколько высокая текучка директоров магазинов. Это самый, скажем так, ключевой сотрудник для нас в рознице, потому что вырастить директора магазина – это не один год. Это человек, который обладает и профессиональными, и лидерскими компетенциями, может удержать команду, сплотить вокруг себя. И вот тогда-то мы приступили к тому, что антикризисные меры должны были плавно перейти в абсолютно новую стратегию, особенно стратегию HR, которая поддерживает новую стратегию компании. И вот здесь соединение двух миров – это стратегические приоритеты бизнеса и та ситуация, в которой мы находились с нашими сотрудниками. Возвращаемся уже к технологиям. Как поменялись каналы привлечения сотрудников? Какие они сейчас и что в приоритет вышло на текущий момент, вот сейчас? У вас, насколько большое количество людей занимаются подбором сотрудников? Это очень хороший вопрос, потому что многие компании находятся на одних и тех же поисковых ресурсах, многие компании используют одинаковые технологии поиска персонала. Здесь могу сказать, что вот как персонализация, когда клиент приходит, и тебе нужно подобрать тот товар, который нужен именно ему, определяя его потребность, так и в поиске персонала, особенно в небольших городах, и особенно когда есть специфика поиска этого персонала. Мы вернулись обратно к локальным источникам поиска, начиная от объявлений, газет, информационных билбордов. Помимо того, что соцсети, хэдхантеры, все ключевые сайты, они остаются основным источником. Но в специфических городах мы используем как раз те каналы привлечения, которые более популярны в этих городах. Хотя, казалось бы, еще лет 5 назад многие компании вообще уходили от бумажных носителей, переходили в электронные, сейчас все-таки очень активно возобновляется стратегия, когда ты должен достучаться до каждого потенциального кандидата. Ведь очень часто кажется, ой, такая большая компания, меня туда 100% не возьмут, пойду-ка я поработаю на каком-нибудь местном предприятии. Наша задача найти этих ребят и показать, что приходите к нам, и мы сделаем все возможное, чтобы вы были успешны. Поэтому тут же еще очень важно, чтобы наши сотрудники рекомендовали компанию, как сотрудники компании. Мы можем говорить сколько угодно, но если сами сотрудники не готовы рекомендовать компанию, то очень тяжело кого-то найти и рассказать о том, как все замечательно. Поэтому «Приведи друга» очень хороший формат привлечения потенциальных кандидатов, которые действительно дают очень высокую ценность с точки зрения эффективности, потому что они понимают, куда они пришли. Здесь работают их друзья, знакомые, они слышали о нас через наших сотрудников. Фактически вам приходится быть таким неким маркетологом, используя все каналы? Более того, мы даже устраиваем большие дискуссии, как должно выглядеть наше объявление, кто на этом объявлении должен быть изображен, какую информацию мы хотим донести, чтобы тот, кто его прочитает, это объявление, сразу понимал, это работа для меня, я хочу сюда прийти. Поэтому здесь нужно проявить, скажем так, немалую смекалку и всю страну покрывать одним форматом объявлений для привлечения, это, конечно, неправильно. Я, когда погружаюсь в такие интервью с нашими спикерами, каждый раз понимаю, насколько у нас сейчас переплетенные функциональные обязанности в рамках той должности, которую вы занимаете. В вашем случае у нас получается HR, и здесь же очень жирно прослеживается история SMM, маркетинг, маркетинг, который со всеми ее вытекающими сейчас. А мы, кстати, регулярно с маркетологами, когда общаемся, говорим о том, что сейчас регулярно говорят о том, что там e-mail умер, канал, еще какой-то канал. Между тем эти каналы показывают замечательно себя в работе с конкретными там задачами. И как выбирать лучшие? Вот кто в этом, вот вы сами внутри этой компетенции выращиваете, или вы все-таки привлекаете в том числе коллег из маркетинга? Как? Оба варианта имеют место жить. На самом деле у нас в отделе по подбору персонала есть как раз подразделение, которое занимается именно привлечением и тестирует абсолютно различные форматы привлечения через разные каналы, с разным визуальным рядом и так далее. При этом мы очень активно работаем с маркетингом с точки зрения того, чтобы попробовать что-то новое. Потому что здесь очень важно быть на волне. То, что ты позиционируешь клиентом, это же должны ощущать сотрудники компании. И это должна быть такая комплементарная стратегия маркетинга и HR. Поэтому здесь мы работаем с коллегами очень активно. Как преподнести, как спозиционировать, кто может быть вообще тем супергероем, который действительно поможет достучаться до каждого потенциального кандидата. Если говорить про тех людей, которые набирают персонал, то есть вот те консультанты, которые у вас работают, и они должны понять, с одной стороны, профиль задачи, профиль того кандидата. Кого они подбирают. И, соответственно, понять, как они задачи решат и внутри компании, то есть этой стратегии в целом. А как сейчас находите этих людей? Я так понимаю, их тоже не так много на рынке. Все за них борются. И какие явные скиллы вы прокачиваете именно у этих людей, для того, чтобы они стали теми удобными, может быть, это грубо немножко звучит, но все-таки и работающими единицами, которые действительно могут быстро, как вы уже говорили, решить ваши задачи. Какие ключевые навыки они должны иметь? Ну, во-первых, мы не ищем, скажем так, каких-то волшебников. Самое главное – желание, любовь к бренду, любовь к компании и любовь к своему делу. Все остальное мы научим. У нас есть ресерч-центр, куда приходят ребята, которых мы учим вообще базовым скиллам, как осуществлять подбор, контакт с кандидатом, что они должны знать. Второе – обязательно ребята проходят стажировку в магазине. Они должны понимать, кого они набирают и что происходит вот за дверью подсобного помещения в магазине. То есть HR в первую очередь ходит по магазинам? Конечно, обязательно. По магазинам ходят, давайте так скажу, стажируются в магазине абсолютно все. И студенты на стажерской программе, и новички ездят обязательно на склад в сердце компании, и в магазин, и в МВидео, и в Эльдорадо. Поэтому это ключевые этапы любого входа в должность на любую позицию внутри компании. И после этого, когда ребята понимают, куда они попали, что происходит, кого они нанимают, они очень должны хорошо знать весь функционал и должны знать, кто руководители, кто себе ищет кандидатов. И после этого начинается только поиск, потому что очень важно попасть в правильный профиль. А что для нас такое правильный профиль? Это тот кандидат, который разделяет с нами ценности компании, который действительно любит людей, и клиентский сервис для него является важным, ключевым, как вот на уровне ДНК заточенным. Мы не научим любить людей, и мы научим всем техническим навыкам, какую технику мы продаем, какие характеристики. Но любовь к клиенту должна быть внутри, как часть твоего ДНК. Если ты разделяешь ценности компании, если ты готов применить свою любовь в технике, с любовью к сотруднику, тогда это к нам, всему остальному мы научим. Если мы говорим все-таки про портрет соискателя, чтобы резюмировать все, что мы ранее сказали, вот портрет соискатель за последнее время, он как изменился? Это условно самый молодой сотрудник, который к вам, самый возрастной сотрудник, который работает с вашими покупателями. Какой вот сейчас рамки? У нас средний возраст сотрудника – это 30 лет. Поэтому для многих индустрии это уже такой средний возраст, это все-таки не молодые, потому что любить технику, уметь рассказать технические характеристики вот того большого ассортимента, который мы сейчас с вами видим в зале, это очень дорогого стоит, и это действительно… Этому надо учиться. Навыки продаж, как устанавливать контакт с покупателем, как выяснить его потребности, действительно предложить ему то, что он искал и что он хочет приобрести, это тоже действительно очень такой навык, который нужно формировать в себе. Поэтому средний возраст 30 лет, все, кто приходят и влюбляются в профессию, они, как правило, остаются надолго. Надолго это… Есть те, кто работает 10-15 лет. У нас каждый год очень много юбиляров, кого мы поздравляем с тем, сколько лет они работают в компании. Поэтому для нас это как раз и есть основное наследие. Ну, а для молодых ребят, кто приходит за карьерой, за тем, чтобы заработать денег, и получить первый опыт, конечно, мы как раз предоставляем все эти возможности. Обучение сотрудников сейчас для всех – это первоочередная задача после того, как его набрали. Что у вас… Какие технологии применяются для того, чтобы все-таки это сделать в неком потоковом варианте? И, скажем так, насколько сложнее стало обучать новых сотрудников в условиях, когда у людей, у покупателей довольно много возможностей уже знать, и они могут прийти с такими скиллами прокачанными, что они сильно лучше знают, чем продавец-консультант, например, тот или иной продукт. Вот как вот в этом вам приходится действовать и создавать какие-то программы, которые позволяют отвечать вот на такие сложные уже запросы? Ну, я бы здесь разделила на две части. Первое, ведь очень важно прийти и влюбить нашего кандидата в профессию продавца-консультанта. Это первое самое важное. Поэтому сначала ребята проходят большую программу адаптации, и она такая гибридная, сочетает в себе онлайн и оффлайн формат, когда у тебя есть наставник, есть роль твоего руководителя, который тебе помогает на протяжении трех месяцев. И самое первое и самое главное – это что ты сделаешь здесь в компании, какая твоя роль, кто наши покупатели, что мы продаем, кто мы как компания и какую ценность мы несем для наших покупателей вообще на рынке электроники и бытовой техники. А уже технические скиллы, они идут вторым этапом как раз на то, что мы подогрели и взрастили как любовь к бренду, любовь к нам как к компании. Поэтому с технической точки зрения есть опять-таки приложение продавца, где у тебя есть абсолютно все технические характеристики любого товара, который здесь продается. И в больших магазинах мы до сих пор видим такую даже некую более узкую специализацию ребят, которые находятся в бренд-зонах. Поэтому, конечно, с одной стороны стало гораздо сложнее, если я как покупатель погуглила и посмотрела, что я хочу купить, я уже примерно понимаю, мне нужна просто маленькая консультация. Но если я прихожу в магазин, значит, я не до конца еще уверена в своем выборе, и мне действительно нужна помощь профессионала, который поможет мне сделать этот выбор. Поэтому, конечно, у ребят гораздо выше ожидания наших покупателей, чем это было там несколько лет назад. А вторая очень важная часть, опять-таки возвращаясь к нашему первому этапу, когда нужно влюбить в профессию, в клиента, это правильно выяснить потребность этого клиента. Может быть, он вообще искал то, что ему не нужно. И вот как раз ребята могут помочь найти то правильное решение, которое сделает нашего покупателя счастливым. Сколько времени в среднем занимает обучение одного продавца-консультанта? В среднем это три месяца. Раньше это было около шести месяцев. Мы считаем, что... В два раза сократили. В два раза, да. Потому что мы ушли в гиммификацию, ушли в поддержку со стороны линейного руководителя, наставника и таким порционным информационным полем, чтобы не перегружать человека. Для нас точкой отчета является как раз, когда наш продавец начинает зарабатывать на целевом уровне и уже видит отдачу от тех знаний, которые он получает на первичном этапе. Наставник кто это? Откуда он берется? Как он появляется в вашей команде? И почему он уже может быть наставником? Как правило, наставники это те профессионалы, эксперты, которые давно работают в этом магазине, потому что для нас магазин это как раз вот та территория, где происходит основное чудо, как мы говорим. Наставник это те ребята, которые работают давно, являются экспертами, которые хотят расти дальше внутри компании, и они тренируют свои управленческие навыки с точки зрения управления людьми, помогая новичкам стать успешными. Поэтому если твой подопечный становится успешным, ты как наставник получаешь очки, поднимаешься в рейтинге, и у тебя больше шансов потом претендовать на позицию директора магазина. А для наставника это не коммерческая активность внутри команды? Лучшие наставники получают бонусные рубли, которые они потом могут потратить в кафетерии льгот. То есть это не материальная вещь, которую ты здесь и сейчас зарабатываешь на этом деньги, но это возможность заработать дополнительные рубли, которые ты потом потратишь в кафетерии льгот на какой-нибудь мерч там, или что-то для себя приобретешь интересное. В когорте продавцов у вас есть еще и промоутеры. Да. Это тоже большая, я понимаю, категория людей, которые совместно с вами работают. Как вы можете, скажем так, поделить их, может быть, скиллы в какой-то мере? Вообще умение продавать, умение проконсультировать, умение рассказать про продукт, что важнее здесь, в сфере, именно вот здесь, в продажах бытовой техники? Я бы сказала, это как ини-янь, одно без другого не существует. То есть либо ты хорошо знаешь продукт, но не можешь общаться, и ты неуспешен, либо ты прекрасно общаешься, но не можешь ничего ценного предложить, ты тоже неуспешен. Поэтому здесь важен баланс, насколько ты технически подкован и функциональный, насколько твои навыки переговоров действительно помогают покупателю купить то, что он хотел бы. А промоутеров мы считаем как часть своей команды. Мы к ним относимся абсолютно так же, как к нашим сотрудникам. Они принимают участие во всех активностях, которые происходят на территории магазина. Они знают про нашу культуру, ценности, про то, как мы оцениваем сотрудников, что для нас важно в команде. И потому что это одна большая семья, которая действительно отвечает за магазин равноценно. Но при этом у промоутеров есть своя зона ответственности за тот бренд, который они представляют на территории магазина. Рубрика «Взгляд поставщика» из Дмитрия Червотюком. Мы поговорим о том, все-таки, как развивать работу с промо-персоналом в магазине, чтобы это было эффективно и удобно. Дмитрий, добрый день. Добрый, Наталья. Все-таки, какую задачу решают, в первую очередь, промоутеры, как вроде внешний набранный персонал здесь, в магазине, кроме просто продаж? Ну, кроме просто продаж, я бы, наверное, определил смысл нахождения промоутера в магазине как повышение уровня сервиса. Это некая дополнительная конкурентоспособность, которая отличает ритейлеров, чья стратегия направлена на развитие сервиса и предложения покупателю, потому что они являются максимально, наверное, глубокими, развительными экспертами в магазине. Раз, да, и совместно с продавцом погружают человека в замечательный мир электроники, который быстро меняется и постоянно требует проводников. Если мы говорим про некий чек-лист того, как можно более эффективно использовать силу промоутеров магазина, именно с точки зрения B2B, вот что бы мог сказать и подсказать коллегам, потому что эта тема такая, ну, скажем так, ну, дорого промоутеров брать? Дорого брать промоутеров – это, в общем, признак времени, да, и есть еще одно, о чем необходимо напомнить рынку, что промоутер давным-давно уже перестал быть таким быстро нанимаемым, быстро создаваемым временным сотрудником, не очень квалифицированным, да. Очень часто наших промоутеров-консультантов отрождествляют с кем-то, кто работает на рекламных акциях и так далее, и могу сказать, что промоутер в сегменте электроники, в частности, в магазине видео, совершенно другой зверь. Для того, чтобы сделать эффективного, найти эффективного сотрудника или дообучителя, давайте загибать пальцы. Первое, он должен быть продуктовым экспертом и экспертом в технологиях. Обязательно требуется дообучение от бренда, где бы он раньше не работал, даже если у него есть опыт. Второе, отлично разбирается в финансовых услугах, сервисных предложениях, потому что это является, опять же, там, возможностью формирования добавленной стоимости тому, что человек получает в оффлайн рознице. Третье, навыки продаж, расширенные навыки продаж, апселл, кросселл, консультация, эмоциональные продажи. Для того, чтобы выполнять задачи бренда, в том числе не просто по переключению, но и по развитию категории. Удлинение чеков, повышение стоимости средней покупки. Для покупателя это скорее эмоции, премиум всегда эмоции. Следующий пункт – это возможность управлять и взаимодействовать с администрацией магазинов. Он влияет на выкладку, он следит за стоком, и эти задачи согласуются с администрацией, и тут важны какие-то навыки менеджмента. И это еще не все. Способность создать виртуальные команды с продавцами, но об этом мы поговорим, наверное, позже. И самое важное, самое важное – это тонкий, скажем, промоутер – это тонкий психолог, который отлично устанавливает отношение контакта с покупателем, потому что технологии сейчас настолько сложны, что за 5 минут не объяснишь, не покажешь все сценарии использования, а покупатель постоянно торопится, необходимо создать потребность, провести с ним время, протестировать устройство, расслабиться, представить, что он, например, находится у себя дома, и тогда уже, исходя из хорошего состояния, перейти к покупке. Так что промоутер – непростой экземпляр, и его обучение занимает иногда полгода и больше, в общем, всю жизнь он может учиться. А вот все-таки сколько времени минимально требуется для того, чтобы промоутер действительно начал быть уже такой боевой единицей для бренда и для магазина? Ну, есть такое расхожее мнение, в общем, я его поддержу, потому что это немножко в среднем по больнице, но считается, что промоутер выходит на свою какую-то базовую эффективность в течение полугода. И это достаточно долгий срок, в течение этого периода мы инвестируем, бренд больше инвестирует в обучение продукту, мы больше занимаемся навыками, как агентство Open. Такие значительные инвестиции в целом в его развитие, они создают как потенциал эффективности для промоутера, который потом эффективнее решает свои задачи, лучше развивает доли, лучше развивает продажи. Ну вот как раз если говорить про окупаемость инвестиций в промоутеров, как можно ею управлять, чтобы в итоге действительно эти инвестиции приносили результат? У нас в портфеле есть ряд клиентов, в частности в этом магазине наши промоутеры работают в сегменте мобильной электроники, бытовой техники, ТВ-аудио, умный дом, больше 10 человек только от нашего агентства здесь находятся в магазине в течение рабочего дня. И наши клиенты по-разному определяют смысл, задачи, нахождение вообще промо-структуры. И если в двух словах каждый преследует какую-то свою выгоду, или развитие доли, или коммерческая окупаемость. Вот давайте считать, промоутер стоит, не стоит, зарплата промоутера в среднем очень грубо, около 100 тысяч рублей. Плюс к этому нужно добавить все налоги, плюс к этому затраты на менеджмент, на обучение, затраты на систему управления, это система, в которой они обучаются или работают постоянно. Помножить на количество промоутеров, на количество магазинов все хотят быть везде, да, с максимальным покрытием. И если в двух словах, вот эти инвестиции должны окупаться. То есть, например, прирост продаж от промоутеров должен окупать инвестиции в них. А если точнее, то маржинальность прироста продаж. То есть, промоутер, на самом деле, имеет перед собой достаточно амбициозные цели. И, ну так, в двух словах, в разных сегментах, в разных брендах от полутора раз увеличивает продажи до нескольких раз. Если в полтора раза, там, в два раза можно увеличить, это на конкретной, может быть, дополнительно идет акция, или промоутер все-таки должен работать не когда идет акция, а когда есть не спонтанная покупка? Промоутер сам по себе акция. То есть, вот он воспринимается бизнесом как инструмент постоянного прогнозируемого повышения продаж. Он как инвестиция в трейд-маркетинг со стороны производителя, он повышает конверсию, повышает желание покупателя купить, а значит, тот, кто пришел, он скорее конвертируется в продажу. Это вот такой же стандартный промо-инструмент. И в отличие от многих инструментов, таких как подарок за покупку, не знаю, цена или массовая коммуникация какого-то запуска, все работает, конечно, вместе, но, тем не менее, промоутер – это один из наиболее прогнозируемых инструментов, просчитываемых и управляемых, потому что мы точно знаем, что произойдет, можем контролировать по магазинному уровню, на тех данных, которые нам предоставляют видео, и считать, что важно производителю – ROI, ROI, MI или еще какие-то такие показатели, которые для них важны. А как быть вот с той некоторой конкуренцией, если она таковая есть, между продавцом-консультантом, ну вот я понимаю, что в красном, да, и там промоутером, если мы представляем, что они, по-моему, в черных футболках, да? Есть ли все-таки здесь внутренняя конкуренция или это все-таки другой какой-то аспект? Давайте в двух словах. Внутренняя конкуренция есть. Есть и конкуренция, и сотрудничество, да. Сотрудничество порождает возможности, а конкуренция нет. Ну, конкуренция не всегда. Значит, на какие аспекты нужно обратить внимание? Промоутер имеет задачу по конкретному бренду, продавец продает всю категорию, весь ассортимент в магазине. У продавца есть своя мотивация. Она может противоречить мотивации промоутера, поэтому не всегда продавцу выгодно, чтобы промоутер продавал то, что он продает. Но тут вопрос баланса, да. Второе, для того, чтобы точно управлять мотивацией, например, наш партнер NVIDIA Eldorado, они хотят знать, кто из продавцов обслужил того или иного покупателя, совершил ту или иную сделку, и необходимость атрибутировать вот эти вот продажи по продавцам, она создает тоже иногда конфликт интересов, потому что кто-то может потерять мотивацию. То есть либо промоутер получил эту продажу, либо продавец. И тут вопрос в глубоком согласовании кипяев, которые, скажем так, часто еще меняются, поэтому часто возникают некие конфликтные ситуации. Но, тем не менее, скорее они друг другу помогают. Промоутер продавцу, продавец промоутеру. Но для этого нужно пройти время. Опять же, возвращаемся к тому, что промоутер он бордится долго. Одна из тонкостей вот этого онбординга в том, что он все-таки установил доверительные отношения с продавцами в магазине. И вот эта экосистема, скажем так, взаимодействия с продавцами промоутера, тогда будет работать устойчиво и долго. Но это в основном такие человеческие отношения. Дмитрий, окей, промоутером и персонал магазина там хорошо взаимодействует, наладя работу. А что в этом взаимодействии в итоге бизнесу? Как явный плюс, помимо прямых продаж, какой плюс получает еще бизнес как брендов, так и ритейлера? Чаще всего промоутер так или иначе переключает потенциальных покупателей другого бренда на свои. И вот эта дополнительная консультационная сила, которая рассредоточена по магазину, не приносит дополнительных продаж ритейлеру. И в этом есть их боль. Но если с промоутером работать, как мы говорили в самом начале, загибая пальцы, и снабдить его всеми необходимыми навыками, он сможет создать потенциал для роста категории. Совместно с продавцом, потому что продавец обогатит предложения и аксессуарами, и дополнительными устройствами других брендов. А самое важное, что те технические характеристики, по которым любой человек может выбрать онлайн, в магазине превращаются в сценарий использования, да, и взаимодействие между устройствами различных категорий, для того, чтобы человек, увидев возможность, которую может удовлетворить экосистема, устройство, сформировал потребность свою, удовлетворил ее, таким образом, покупкой, да, это развивает категорию в целом, и лучше всего работает во взаимодействии. Тут и продавец должен быть экспертом, и промоутер должен быть экспертом, они должны быть объединены общими обучающими программами, общими мотивирующими программами, которые помогают это взаимодействие укрепить. Спасибо большое. Ну что ж, вот такая синергия должна быть, и тысячи промоутеров работают в различных магазинах, как Ambedio Eldorado, и других сетей, которые, соответственно, помогают, в том числе, в развитии категории, ну, если такие задачи вы ставите. Open Group, спасибо большое, Дмитрий, за то, что вы смогли именно от лица компании немножечко нам рассказать, вот, ну, а мы продолжаем изучать бренд Ambedio Eldorado, гуляя по магазинам. Я регулярно гуляю по магазинам, наверное, впервые я гуляю по магазину с чар-директором, да, потому что так уж получается, что для меня, например, чар-это в первую очередь, ну, как бы человек, который сидит в офисе. Ирина, как часто бываете в магазине, и, ну, сколько процентов времени реально вам приходится сюда доходить до реальных магазинов? Не часто бываю в магазине, хотелось бы гораздо чаще, но мы с нашим директором по рознице договорились, что пятницы у нас такие дни импровизационные, когда есть возможность съездить в любой магазин, пообщаться с персоналом, без всякой подготовки. Вот как мы сейчас общаемся, поговорить сразу о всех проблемах, бедах, что получается, какая помощь нужна, и мы вот являемся прямыми источниками трансляции этих проблем, этих болей сразу на уровень центрального офиса и решение этих вопросов. Вот вы как чар-директор пришли, например, в пятницу в очередной раз на прогулку. Куда в первую очередь вы идете? Я не останавливаюсь никогда возле цифровой техники. Мне кажется, это самое базовое, куда заходят все. Мне всегда интересно пойти вглубь нашего магазина, особенно туда, где крупногабаритный товар стоит и где есть возможность посмотреть, во-первых, как установлены наши холодильники, плиты, что происходит. И очень люблю ходить в посуду, потому что посуда – это все-таки такой мелкоштучный товар. Как он расположен, какие ценники, какие активации, есть ли там покупатели. Ну, потому что… Это сложное дело, да, для вас? Это, скажем так, это несложное дело, но он очень интересен. Ты заходишь, захотел телефон, и здесь все очевидно. Ты, покупая телефон, не пойдешь покупать сковородку. А вот продать сковородку, кастрюлю, а пойти еще и посмотреть, что происходит в холодильниках, открыть двери, посмотреть, кто там из покупателей, почему пришли именно к нам в магазин, почему именно такой холодильник хотят купить, вот это очень интересно. А вы, когда приходите в пятницу, персонал знает о том, что вы HR-директор? Нет. Или вы все-таки режим тайного покупателя? Могу сказать, что у меня есть любимые магазины, где директора знают, что я – это я, но я люблю приходить просто как покупатель потенциальный и получить вот этот опыт уникальный, а потом уже поговорить от лица HR-директора. Ну вот как поменялся все-таки вот магазин? Ну вот если говорить про то, что раньше были разделены функционал, да, то есть, например, там явно продавец-консультант и, например, человек, который уже принимает деньги, то вот сейчас как в магазине? Мы больше идем к универсализации, когда очень удобно для покупателя, ты пришел, вот тебя встретил консультант, он же и завершил с тобой вместе покупку, поблагодарил тебя, поздравил тебя с покупкой и проводил. И это в идеальной картине мира. Мы идем к этому, конечно, нам еще есть куда расти, но мы движемся в сторону универсализации. Если говорить еще про какие-то точки, которые уже непосредственно, чтобы магазин функционировал хорошо, что вам все-таки нужно смотреть и удобное делать для вашего продавца, чтобы и продавец в дальнейшем готов был приводить своих друзей, которые тоже становятся амбассадорами бренда MVT ULTRADA. У каждого продавца, я говорила, что есть приложение продавца, и вот как только продавец устанавливает контакт с потенциальным покупателем, через свое приложение он может увидеть всю историю покупок этого покупателя. И уже на основе этого, у них уже есть история взаимодействия с брендом. И вот как раз на основе этого и выстроить разговор, что в этот раз можно предложить такого уникального, чтобы вот этот опыт бесконечно продолжался, приятного ощущения от покупок. То есть условно получается, что продавец, который листая, он может посмотреть в любую историю покупателя любого города? Который авторизовался, стоит рядом с вами, и самое главное, он может посмотреть, сколько у него бонусных рублей, какая персональная скидка действует сейчас в моменте для этого покупателя, что он купил в последний раз, какие у него были товары отложены в корзину, или может он их не совершил, покупки эти товары остались. То есть у него есть уже первичная информация о покупателе, чтобы начать выстраивать вот этот диалог и предложить то, что надо. Магазин всегда насыщен продавцами, и продавцами-консультантами, и промоутерами. Если говорить вот про такую братью людей, которые здесь, там, дружки помогают, как за ними получается наблюдать, чтобы в итоге сделать какие-то выводы и что-то, может быть, дополнительно улучшать? Ну, во-первых, не во всех магазинах есть промоутеры, и здесь вопрос о том, какой баланс между промоутерами и собственным персоналом, первый, а второй вопрос, какие у нас отношения с брендами, кто предоставляет нам промоутеров, и как промоутеры помогают вообще работать вот в этой экосистеме магазин. Поэтому вопросов очень много, ценность их однозначно огромнейшая, но наша задача правильно балансировать между своим персоналом и промоутерами. Ирина, вернемся к моменту, когда вы сюда приходите, вот режим тайного покупателя, там, не знаю, вот стиралку посмотрели, вдруг решили все-таки ее приобрести. Какой дальше путь ваш здесь в режиме классической пятницы? Ну, могу сказать, я прежде всего HR, поэтому я, конечно, спрошу у продавцов, как они себя чувствуют, сколько дней они работают, какие у них цели сейчас стоят, чтобы понимать, насколько они понимают вообще свои ключевые показатели, что происходит. И потом обязательно разговариваю с директором магазина, чтобы обсудить те проблемы, которые есть с точки зрения найма персонала, текучести персонала, что получается, что не получается. И обязательно беру на себя хотя бы одно обязательство, чем я могу помочь. Ну, иначе смысла в моем приходе абсолютно никакого нет, потому что я должна чем-то помочь. И в этом моя миссия. Ну так, из последних походов, что получилось реализовать, изменить в конкретном магазине? Не закрывалась позиция кладовщика, и это прям была беда. И мы даже с директором магазина сходили на склад, посмотрели, какой путь приходится проделывать, чтобы принести товар в зал. После этого мы встретились в офисе уже с коллегами и обсудили пересмотр заработной платы для кладовщиков, кладовщиков, и обсудили, как возможно, с одной стороны, совмещение должности кладовщика с другими позициями в магазине, и второе, это увеличение зарплаты, чтобы закрыть ключевую позицию кладовщика в магазине. А если мы говорим про, там, словно, ну, все закончили, все посмотрели и пошли там уже говорить с директором магазина, это, как правило, это, понимая, подсобка. Да, я всегда смотрю, что висит на стендах, какая информация, как давно она обновлялась, в каком состоянии находится кухня, где ребята питаются, потому что от того, что происходит там, за дверьми, которые мы не видим, определяется, как компания относится к сотруднику, как руководитель поддерживает чистоту, уют и так далее. Поэтому для меня это важно. Ирина, вот сейчас мы гуляем в МВиде, но все-таки группа компаний уже МВиде Эльдорадо. Те ценности, которым вы сейчас живете и развиваете, они одинаковые или разные для компании? В том смысле, что все-таки для меня МВиде и Эльдорадо, это разные истории? Да, для покупателя это разные истории, но для нас, как сотрудников компании, МВиде и Эльдорадо – это одна компания, одна культура и одни ценности. И когда мы сегодня говорили про культуру, как раз амбассадоры компании, они и из МВиде и из Эльдорадо, и наша задача была собрать все то лучшее, все то наследие, которое есть отдельно в бренде МВиде и отдельно в бренде Эльдорадо, и сделать такую синергию, где бы каждый сотрудник из каждого бренда нашел бы для себя что-то ценное, важное, и сказал, да, это моя компания. Поэтому вот как раз те 130 человек амбассадоров – это как раз и есть представители каждой функции, каждой должности в организации и каждого предыдущего бренда. Сейчас мы одна компания и одна большая семья. Ирина, вы сказали, что раньше 6 месяцев, а сейчас 3 месяца идет адаптация. А почему, как так получилось, что в 2 раза меньше, при этом, насколько я услышала, вроде как даже в более light режиме вы эти 3 месяца проходите, что кардинально изменилось? Ну, не light режим, сразу говорю, это, конечно, кропотливый труд, и это, во-первых, огромный стресс, когда приходит сотрудник в компанию. Если раньше мы основной акцент делали на хардовые вещи, такие как, например, открыть-закрыть магазин, работа с кассовым аппаратом и так далее, возврат товара, то сейчас наша первоочередная задача – это влюбить нового сотрудника в профессию. ты пришел сюда получать удовольствие от того, что ты продаешь технику, от того, что ты общаешься с клиентами. И вот как раз на пике вот этой эмоциональной любви тебе потихоньку добавляют информацию о хардовых вещах. То есть первоочередное – это влюбить в компанию и в профессию, а все остальное будет потом. И вот как раз на таком позитиве мы видим те результаты, которые нам показывают новички. То есть получается, влюбить в профессию – это вообще, мне кажется, что вот когда нас будут смотреть в это интервью, скажут, ну что, с чем же там менеджеры занимаются, влюбляют в профессию. Да, да. Зачем это? Откуда это все-таки взялось? Вот именно такое словосочетание «влюбить в профессию» и в данном случае мы вроде как классический продавец-консультант, который там 30 лет он есть. Но вы представляете, заходите в магазин, и вас встречает такой смурной человек, который, во-первых, избегает общения с вами, потому что он устал, или там он не хочет с вами общаться, и вы ему просто не симпатичны. Но вы посмотрите и скажете, нет, да я лучше на Marketplace куплю или пойду в какой-то другой магазин к другим партнерам. Или встречает улыбающийся человек, который предлагает тебе помощь, помогает тебе снавигировать тебя по магазину, параллельно узнает твои потребности, почему ты пришел, что ты хочешь купить, к чему у тебя душа больше лежит. При этом все это делает с такой любовью и с таким позитивом, что ты хочешь как можно больше рассказать про себя и действительно сделать покупку своей мечты. Ведь это же разные вещи. Вот наша задача как раз и иметь тех ребят, которые действительно любят свою профессию, в первую очередь. То есть получается, что в ответ на то, что сейчас Marketplace старательно отвоевывает, и условно каменная розница, ну я вот все, что у нас такое, я называю каменная розница, уступают в какой-то мере своей позиции, мы все делаем для того, чтобы условно людям, приходящим в магазин, было зачем возвращаться, не только конкретно посмотреть, но и вот этот необходимый контакт случился. Ага, то есть получается, что если мы про... То есть в такой профессии невозможно сейчас уже работать тем людям, которые гарантированно не хотят разговаривать с людьми. Их невозможно научить. Их возможно научить, но это не будет продажа по любви, это будет продажа, потому что тебе надо сделать эту продажу. А ведь очень важно, и покупатели сейчас достаточно трепетны, если они потратили время свое, пришли в магазин, они хотят получить сервис высокого уровня, и они хотят получить экспертизу. И наша задача, вот представлять компанию через наших сотрудников, которых являются экспертами, и у которых клиентский сервис является основной ключевой компетенцией. Поговорили про влюбление в профессию. Если мы говорим про деньги, ну, все же говорят, ну да, да. А как же деньги? Какие сейчас предполагаются все-таки мотивации именно материальные, да, то есть вот как они собираются, как изменились, не изменились? Геймификация здесь рулит? Элементы ее всегда есть, скажу честно. И чем прозрачнее ты понимаешь, из чего складывается твоя заработная плата, тем выше твоя мотивация. Ну, во-первых, за два года мы достаточно упростили вообще структуру заработной платы наших сотрудников розницы. Потому что чем больше у тебя показателей, тем меньше ты можешь на них влиять, и помнишь, какой показатель что обозначает. Поэтому простота – это основной ключ к успеху, к которому мы идем. В чем сейчас простота? Это вот сколько там условно КПА? Три показателя. Три показателя. Да. Конечно, внутри они могут варьироваться в зависимости от категории товара и так далее, но это три. Вторая вещь – это клиентский сервис. И если ты хочешь быть в рейтинге, вот как раз мы говорим о том, что соревновательный дух, он всегда является важным и критичным для того, чтобы бежать и быть победителем. Клиентский сервис является одним из ключевых элементов, на основании которого ты получаешь или не получаешь свою бонусную часть. Ну и самое главное, у тебя есть возможность стать экспертом, где ты получаешь еще дополнительную надбавку за свою экспертность. Вот. Поэтому каждый продавец прекрасно понимает, из чего складывается его заработная плата, но нет предела совершенства. И если мы говорим про карьерный рост, а насколько сотрудники заинтересованы в нем? Ведь, может быть, не всем это нужно? Конечно. У нас есть ребята, которые работают экспертами, они считают, что это как раз и есть Томир Ванна, и высший пилотаж их карьеры, работы, и мы этому безумно рады. Наша задача найти тех звездочек, которые хотят расти, которые хотят стать заместителем директора магазина, потом директором магазина, потом региональным руководителем. И как раз мы их готовим к тому, что при следующем карьерном шаге ты уже получил теоретические знания, и тебе не нужно вообще заново проходить азы для того, чтобы быть успешным. Поэтому здесь мы делим на две категории всех ребят. Это те, кто хочет расти экспертно, и мы этому безумно рады, и те, кто хочет расти карьерно. Наша задача их научить и подготовить к этому карьерному шагу. А можно процентное соотношение, если можете назвать? Можно сказать, что экспертов у нас до 30%, а карьера – это почти 85% всех внутренних продвижений в магазине совершаются как раз с уровня продавца магазина. Ну, вот мы сейчас находимся в магазине в ТЦ «Авиапарк», и здесь я уже успела поговорить с замдиректора магазина. И здесь как раз тот пример, когда человек 10 лет работает в компании, и вот он сейчас является заместительным директором. Причем, я так понимаю, что с релокацией, судя по всему. Да, мы стали практиковать эту практику, потому что считаем, что релокация – это тоже очень крутой способ повысить твою эффективность и профессионализм на другой территории, в другом городе, с другими культурными особенностями, с другой командой. Поэтому здесь вопрос, как ты позиционируешь, и что ты можешь показать сотруднику как ключевые выигрышные факторы, что он получит, если он примет решение о релокации. А вот много ли таких людей, которые в итоге совершают релокацию, и, ну скажем так, это большой ли это процент? Нет, это не большой процент, потому что магазинов очень много по стране, поэтому есть возможность релокцировать с одного магазина в другой. Все-таки мы считаем релокацию полноценную, это когда человек переезжает из города в город, на другую позицию и так далее. Москва остается ключевым городом для нас, поэтому наша задача как раз выискивать звездочек в регионе, кому мы дадим карьерный рост в Москву. А хватает ли сейчас, ну понятно, что магазины все равно растут, открываются, переформатируются, хватает ли именно управленческих кадров на магазинах в регионах? Мы готовим их. Могу сказать, что школа подготовки директоров у нас проходит два раза в год, и мы практически полностью ущерпываем наш кадровый резерв, потому что ротируем ребят, открываем новые магазины, новые локации, поэтому нам всегда необходимы ребята, те, которые будут находиться в кадровом резерве. Это уже постоянная практика, которая проходит в компании с года в год. Какие ключевые фокусы для своего предпоселения, для HR направления вы сейчас ставите, на чем, ну скажем так, сосредоточиться в ближайшие год-два? Ну, могу сказать, что наша стратегия строится на трех таких больших китах. Это первое – культура эффективности. Наша задача – облегчать процессы, сокращать их от некоторых процессов, отказываться совсем для того, чтобы мы были более быстрыми и гибкими с точки зрения коммуникации, принятия решения, не утяжеляли наш центральный офис, наоборот, его облегчали. Это наше первое и ключевое направление. Второе – это лидерство. Нам очень важно воспитывать таланты внутри компании. Мы сегодня много говорили про обучение, поэтому это наш второй стратегический приоритет, как мы учим наш мидл-персонал, линейных руководителей, топов с точки зрения управления людьми, идентификация талантов, наработка ключевых навыков, которых нам не хватает, и критических компетенций, которых, может быть, даже нет на рынке. И третья вещь – это бренд работодателя. И сюда мы включаем не только наше позиционирование вовне, но и как мы работаем с вовлеченностью наших сотрудников, потому что они же и есть наши амбассадоры. Поэтому вот три ключевых направления – это культура эффективности, это лидерство, воспитание лидеров и бренд работодателя. – Уже завершаем потихонечку такие крупные мероприятия внутренние для компании, которые позволяют, скажем так, и встретиться с себе подобными. С себя же, так понимаешь, совсем недавно у вас состоялось крупное мероприятие для директоров магазинов. Что это для вас, в первую очередь? Какие задачи получилось решать, а что получилось дополнительного сделать, чего, может быть, даже не планировалось изначально, когда вы это организовывали? – Ну, изначально мысль была в том, чтобы пригласить всех директоров магазинов, и M-Video, и Eldorado, для того, чтобы все ребята познакомились друг с другом. Как это ни странно, много было кризисов, когда не было возможности познакомиться всей стране, всем магазинам и увидеть… – Случайно, сколько было человек? – Ну, практически полторы тысячи человек присоединилось. А вторая вещь, которая уже случилась сама собой, изначально мы планировали, что только толпы будут выступать и рассказывать про то, какие результаты, какие планы, но потом в ходе брейншторминга все резко изменилось, и мы решили пригласить лучших директоров магазинов, чтобы они тоже выступили и рассказали, как они проживают ценности компании через свой опыт. И у нас было шесть ребят из розницы, шесть топ-менеджеров, которые выступали в стиле TED Talk и рассказывали про свои взлеты, падения, провалы, планы, уроки на 2024 год. И что мы не ожидали, но получилось, это был очень честный, открытый диалог, и мы видели, что это круто откликается в лицах наших сотрудников. Поэтому можно сказать, что цель этой конференции была достигнута. Ценности компании, как же все-таки, какие конкретно ценности, вот завершая уже наш разговор, помогают вам сейчас, вот вашей команде развиваться, и что получается все-таки доносить до коллег, как они меняются через вот эти ценности, на ваш взгляд? Могу сказать, что мы только в начале пути, потому что буквально год назад мы пересмотрели вообще нашу миссию ценности, поэтому сказать о том, что вот вы зайдете и увидите нас совершенно новыми, измененными, ну это было бы лукавство. Мы проинформировали всех сотрудников о том, какие ценности, какая культура, миссии. Самое важное, что сами сотрудники, у нас около 130 амбассадоров, абсолютно из разных функций, принимали участие в разработке этих ценностей и индикаторов поведения. Как мы поймем, что я, например, клиент-ориентированная? Или как мы поймем, что мы работаем в партнерстве? Поэтому у нас есть четкие индикаторы, а в чем это отражается с точки зрения моего поведения каждый день? И мы проинформировали абсолютно всю компанию. Сейчас наша задача, как говорят, wins heart and minds, да? То есть выиграть сердца и умы людей, чтобы эти ценности были на подкорке. Тебе не важно знать их, тебе важно, чтобы в твоем сердце они были всегда. И ты понимал, вот этот человек, он по ценностям сейчас живет и работает или не по ценностям. И сейчас мы находимся как раз на стадии самого интересного. Это как сделать так, чтобы наши сотрудники ловили эти индикаторы поведения. И у нас сейчас есть огромный конкурс, когда сотрудники пишут истории про своих коллег, про своих руководителей, как их поведение или какие-то поступки отражают ту или иную ценность. И вот буквально в конце июля мы будем награждать тех лучших звезд, чьи истории победили и набрали больше всего голосов среди всех остальных сотрудников. Их будет награждать генеральный директор компании. И вот как раз они будут у нас ценности в лицах. Эти наши супергерои получат очень ценные призы из рук своих непосредственных руководителей и генерального директора компании. Такие, знаете, вот наш час практически разговора. И я все время слышу, что вопрос не про KPI, вопрос не только... Ну, понятно, что эти задачи вы решаете, но они идут фоном обязательно, как бизнес есть бизнес. Но ключевое, наверное, вот как-то поменять отношения, стать более человечным. И это я прям реально слышу. И я уверена, что это слышат и ваши коллеги. Вот, сама регулярно бывая в магазине, то есть, как говорится, если два часа находишься в магазине, то точно что-то купишь, да? Но в моем случае я обычно подготовленную уже прихожу. Так что в этом плане остается только действительно со мной немножко поработав, купить. Ирина, большое спасибо за то, что смогли со мной сегодня поговорить, рассказать о том, чем вы живете сейчас с точки зрения HR. И вот такое погружение в магазин здесь, вот в этой атмосфере, наверное, немножко нестандартно для нас, но для меня это было очень важно. Спасибо еще раз за такое интервью. Спасибо большое. Благодарю. Коллеги, спасибо большое, что в очередной раз посмотрели наше интервью. Ну, сегодня мы действительно поговорили очень много о том, как развивается MVD Eldorado и что приходится делать директору по персоналу для того, чтобы влюблять в свой бренд. Изучайте наши материалы на сайте retail.ru, смотрите видео, читайте интервью по следам и подсказывайте, какие же еще интервью мне нужно записать для того, чтобы вам было, зачем приходить нам на сайт. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok